Спасибо за аплодисменты, друзья! Это программа «Чёрное зеркало» и я, её ведущий, Евгений Киселёв. Давайте предоставим слово представителю государства, члена НАТО. Здесь у нас, хочу просто представить всем, это Питер Золнов, человек, который на самом деле родом с Украины, правильно я говорю, Питер, да? Но он американский политический эксперт, директор Евразийской демократической инициативы, есть такая американская организация. Вы сами-то из Донецка родом, да? Я родом из Донецка, я уехал, когда в достаточно юном возрасте, я уехал с целью обучения в Соединенных Штатах Америки. И там остались в итоге? Хорошо, ну вот рассудите спорщиков. Знаете, я с самого начала должен заметить, что я тоже как патриот своей страны и Украины, я тоже считаю своей страной, конечно же, с самого начала, если бы вернуться в прошлое, я хотел бы, чтобы Украина никогда не сдавала свой ядерный арсенал. Я хотел бы, чтобы Украина с самого начала вступила в НАТО и считаю, что действительно, если бы это произошло, сейчас бы не было речи о утере Крыма и не было речи о этой братоубийственной войне, которую мы имеем сейчас в Донбассе. Тем не менее, сейчас мы представлены перед фактом. Мне просто интересно у наших коллег узнать так яро и пламенно выступивших в поддержку этой идеи о вступлении в НАТО всё-таки. О каком вступлении в НАТО сейчас может идти речь, если ни Америка, ни Европа не готовы предоставить даже оборонительное оружие Украине с тем, чтобы Украина просто держала линию фронта? О каком вступлении в НАТО может идти речь? Мой коллега, известный политолог российский Андрей Пьянковский, может, вы слышали его, он часто приводит такой пример, что Северная Корея с её, как он выражается, ведром ядерных помоев, успешно шантажирует весь мир, имея вот такой смехотворный арсенал. Россия со своим арсеналом ядерным, подумайте, как она отреагирует на вот такое заявление, на такое решение о вступлении в НАТО? Какой будет ответ России? И если вы говорите о вступлении в НАТО, действительно ли можно ожидать и в какие сроки можно ожидать этого решения? Я просто не представляю себе этот процесс. Наш вот коллега здесь из Грузии, который присутствует, мы имели возможность поговорить немножко перед этой встречей. Мне тоже было, может быть, интересно услышать от вас, вот с момента прихода к власти Михаила Саакашвили, я уверен, что Грузия, и знаю, активно добивает, добивалась и добивается вступления в НАТО. Это не произошло. Ни Грузия после этой агрессии 2008 года и утери двух территорий не вступила, ни Украина. И я думаю, что ей это просто сейчас не светит. Вы знаете, и опять-таки возвращаясь к теме... Мы упустили тогда момент, тогда момент был хороший, получить ПДЧ. Но мы упустили этот момент, а сейчас ситуация другая в мире. Но и заметьте вот это положение о коллективной безопасности, да, в частности, что касается прибалтийских государств. Вот задайте себе такой вопрос, если будет ограниченный ядерный удар по Таллину, или по Вильнюсу, или даже по Варшаве, готова ли будет НАТО, готова ли будет Альянс к ответному ядерному удару по Москве? Ваш ответ, Ваш ответ. Я считаю, что нет. Даже в случае атаки на член Альянса сейчас, как такого, как Эстония, Европа не будет готова к развязыванию Третьей мировой войны с Россией. Так а хорошо, а как будет делаться Европа в таком случае, Ваш прогноз? Я думаю, что прогнозировать просто невозможно сейчас. Я могу только прогнозировать абсолютную несостоятельность. НАТО, что касается положения коллективной безопасности. Это положение находится... Чего Вы навязываете очередной миф? Дозвольте... Я не просто интересно узнать, как Вы видите эту процедуру принятия в Украине в НАТО? Я считаю, что это просто... Буквально 30 секунд. 30 секунд, я буквально скажу, что, конечно же, украинцы... Наши американские гости должны сказать 30 секунд. Если требуется помощь, украинцы должны помочь в первую очередь сами себе. Но я Вам скажу со стороны американца теперь уже, что в Америке есть все-таки желание помочь Украине. И если говорить о сейчас предстоящих выборах, как Хиллари Клинтон, так она сейчас один в поле воин со стороны партии демократов, так и все абсолютно... Республиканцы возможны. Да, в партии республиканцев на пост президента все абсолютно заняли абсолютно жесткую принципиальную позицию по отношению к Кремлю. И готовы помогать Украине, и готовы помогать с санкциями, которые, я должен сказать, все-таки работают, и которые Путин очень сильно боится. Спасибо, Дмитрий. Отлично. Украинцам нужно привести свой дом в порядок. Отлично. Надо привести свой дом в порядок. На этом мы прощаемся. И встретимся с Вами теперь 8 мая. Накануне праздника Победы. Спасибо. Спасибо.